друзья всем привет вы на моем канале меня зовут людмила сегодня просто покажу краткий такой небольшой обзор продуктов которые мы прикупили в принципе мы ходили только за оливковым маслом я попозже покажу вам его но захотелось вот купить апельсинчиков мандарин и мне вот сказали что это свежий завоз потому что хвостики вот зелененькие по 20-30 гривен килограмм правда мы любим турецкие но египетские тоже сказали это сочные вот купили лука по 20 гривен килограмм лук у нас что-то дорогой в этом сезоне обычно дешевые самые по 18 гривен я смотрела будни кубанской семьи там у них даже дешевле лук прикупили картошечки тоже картошка 100 килограмм 12 гривен здесь на 20 2 пучка лука взяла по 7 гривен один пучок в принципе у меня заморозки очень много осталось зелени и кинзу я морозила и укроп и петрушку еще там другую зеленью покупаем ее всегда в сентябре это в начале октября и замораживаем потому что она очень вкусная в эти сезоны 3 киви купила по 39 килограмм 3 штучки на 18 гривен и прикупила еще магазине вот такую губку для мытья посуды такая она как бы про металлическая фирма а мне очень нравится я все время покупаем и на год ее хватает ну и самое главное то что мы купили это оливковое масло не знаю покупаете вы такое или нет это греческое оливковое масло здесь это такая 5 литровая емкость металлическая вы раньше покупали итальянское оливковое масло сказали что греческое оливковое лучшее вот мы сейчас перешли на него я с него жарю делаю майонез делаю какие-то закрутки раньше добавляла его их салаты но сейчас мы купили другое там магазине чуть подороже для салатов но вот это масло мне нравится но не пенится вот даже написан состав этого масла можете посмотреть срок годности хорошего так что все кто читает по гречески может быть и прочитает что-то я не читаю мы уже постоянно его берем нужно на года три вот у нас продается но на рынке вот так выглядит здесь тоже все написано по-гречески штрих-код все есть в общем то вот такое масло стоит она 400 гривен за вот эту вот емкость вот ну цены бывают иногда 380 360 даже как бы я такого не встречала вот 400 гривен такая ему цена постоянная кто-то если пользовался вот этим маслом скажите пожалуйста какие ваши ощущения рекомендации потому что я читала на сайтах заходила и отзывы противоречивые многие говорят что оно техническое кто-то говорит что из готовится из каких-то некачественных или может быть не первых сортов оливок в общем то мне нравится она в использовании для жарки даже больше чем подсолнечное я которые покупаю на рынке говорят что оно не пенится и даже не пахнет но я когда начинаю жарить на нем оно даже как-то впитывается вот в продукты когда жаришь а вот это масло я очень довольна и им так что вот пишите свои рекомендации какие-то пожелания рада что вы зашли на мой канал всем хорошего и пока всем хорошего вам настроения